Что ж, сегодня стартует первое железное знамя этого сезона. PvP-ивент, доступный для всех игроков. Если ты совсем недавно начал играть в Destiny 2, настолько, что даже не знаешь, что такое железное знамя, то лучше посмотреть видео про ивент, которое я делал год назад. В механике ивента ничего не изменилось с тех пор. В этом же видео я расскажу о наградах и оружии, которое станет доступно сегодня. Но прежде чем мы перейдем к перкам и всему самому интересному, небольшое рекламное сообщение от спонсора этого видео. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам, а по коду TRIPLE VIBE действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Итак, как нам сообщили в прошлой статье TWAB разработчики, в этот раз броня ивента будет выглядеть вот так. Забавно, я там для самых зелёных игроков в начале видео сказал посмотреть стартовое видео о том, что такое железное знамя. Так вот, то видео я делал 4 ноября 2019 года. И броня там та же самая. Да, броня, которую мы получим из ивента этого сезона, ровно точно та же самая, что и ровно год назад. Ладно бы она красивой была, да? Но нет, это... Нет слов, короче. Я этому объяснение найти не могу. Всем всё понятно без комментариев. Хотя нет, на тему легендарных наград у меня всё же есть пара мыслей, для видео отдельного даже хватит. Так что если на этом наберётся 3000 возмущённых лайков, то я так и быть запишу немного своих мыслей на тему того, что происходит с легендарными наградами в игре, и почему это не изменится ещё в ближайший год минимум. С бронёй понятно. Что с оружием? Да, оружие ровно так же старое, как и сам Саладин. Револьвер твёрдая рука и винтовка разведчика направляющий взор. Всё, давайте дальше я буду говорить на серьёзе про это оружие. Пофиг, что оно старое, залутанное нами по три раза. Давайте для тех, кому оно будет падать впервые. Посмотрим возможные перки и обсудим, какие лучше из них ловить на этих двух стволах. Начнём с револьвера. Первое, на что нужно обратить внимание, это архетип 120 рпм. То есть скорострельность этого револьвера очень неспешная, но компенсируется высоким уроном. Два выстрела в голову, плюс один в тело, страж погиб. Главная сложность тут в стабильности револьвера, точнее в его отдаче и в скорострельности. Сколько бы я для этого видоса геймплея не записывал, так привыкнуть к нему и не смог, он просто не управляем. Но поскольку скорострельность мы никак поправить перками не можем, давайте попробуем сделать что-нибудь с удобством оружия и его стабильностью стрельбы. Впервые я буду ставить перки, не исходя из бонуса к дальности стрельбы. Поэтому в колонке прицелов я выбираю перк «Быстрота». Плюс 5 к стабильности, плюс 15 к удобству. Во второй колонке неизменно рикошетные патроны, поскольку они добавят плюс 10 единиц к стабильности. Ну и да, расстояние конечно тоже улучшат, но в данном случае это не то, зачем мы спешим. В третьей колонке есть над чем порассуждать. Тут может попасться быстрое извлечение, которое поможет шустрее переключаться на револьвер, что будет очень кстати, если использовать его как пушку на добивание. Скажем, любой бодишот со снайпы или недобитышей с дробовика, этот револьвер точно прикончит. Вопрос только в том, успеете ли вы переключиться на него, чтобы сделать это. Если сценарий использования планируется такой для револьвера, то окей, пусть в третьем столбце на вашем револьвере и будет быстрое извлечение. Однако тут еще может быть перк постижения дзен или убийственный вихрь. Первый звучит интересно, будет улучшать стабильность после каждого попадания, но только вот тут мы можем споткнуться о скорострельность револьвера, поэтому все же второй вариант будет лучше. Убийственный вихрь будет бафать вашу подвижность, дальность стрельбы оружия и его стабильность после каждого добивающего попадания. Три актуальных для этого ствола бафа за один перк. Не так уж и плохо, да? В последней колонке перк рубака. Да, там есть еще источник, но конкретно в этом случае я его не рассматриваю, потому что если в роли можно поставить перк с бонусом на урон, я поставлю его. Особенно в данном убойном архетипе револьверов. Бонус к этому самому урону может очень сильно заролять и позволить убить стража с двух попаданий. Таким образом, вот перки, которые я бы стал ловить на револьвере. Но выносим за скобки, что архетип 120-х револьверов очевидно не самый востребованный и не самый рабочий, особенно в руках нового игрока. Так что смотрите сами. Что там со второй наградой? Винтовка разведчика 150-го рпм. Да, тоже самый медленный из архетипов в этом классе. Я не знаю, почему в один сезон нам предлагают две самые медленные пушки в пвп режиме, где важна как раз динамика. Но ладно, я обещал говорить об оружии и перках для тех, у кого его нет. Ну и без шуток, с этой скауткой можно играть, если вам попадется большая открытая карта вроде вот этой крепости. За три тапа в голову она вполне себе приятно убивает. Главное правильно выдерживать дистанцию, не бежать на врага, короче, хорошо и грамотно двигаться. В первой колонке этой винтовки определенно нужен коллиматор 2. Это плюс 6 к дальности, плюс 10 к удобству и небольшая кратность прицела. Для игры с этой скауткой в гарнила наиболее жирный набор бонусов в одном перке. Во вторую колонку устанавливаем рикошетные патроны. Вообще, запомните дети, если есть возможность поставить на револьвере винтовки разведчика или импульсной винтовки рикошетки, надо ставить рикошетки. Есть, конечно, исключения, но если пытаться в двух словах сформулировать что-то и запомнить, то это правило сработает. В третьей колонке перк «Быстрый удар». Один из лучших перков для винтовок разведчика. Дает бонус к скорости перезарядки, но если мы сегодня рассматриваем столь медленное оружие, то любое ускорение будет кстати. А, ну и стабильность винтовки этот перк тоже после перезарядки слегка улучшит. А в последней колонке перк «Стряжающее оружие». Исключительный перк для урона по противникам с активированной суперспособностью в ПВП или, если говорить о ПВЕ, по боссам. В этом же столбце можно поймать новый перк. Относительно новый. Железная хватка. Он может быть установлен только на оружие из Железного Знамени. Перк значительно улучшит стабильность оружия, но также сильно замедлит скорость перезарядки. Я бы рекомендовал носить этот перк, только если вы играете на геймпаде, и вам очень нужна стабильность, и вы при этом играете за охотника, который в критичной ситуации может перезарядить винтовку с помощью классовой способности перекатом. В остальных же случаях перк скорее навредит. Так что вот как я представляю себе перки на эту винтовку. Вероятнее, конечно, вы её будете использовать в ПВЕ, если всё же будете. Так что стрижающее оружие мы поставили не зря. Жаль, фугасного снаряда на неё нет, но так было бы прям интересно. Вот в очередной раз разобрались в арсенале лорда Саладина, сделав вид, что нам дают что-то новое. Отправляясь в Железное Знамя, не забудьте, что в режиме имеет значение ваш уровень силы, за исключением бонуса артефакта. Ну и хорошего лута вам. Не забудьте подписаться на канал. Спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok